Уважаемый Ментимир Шарипович, как вы оцениваете социально-экономическое развитие республики в условиях беспрецедентных санкций против Российской Федерации и ее регионов. Я бы сказал, российская экономика не только адаптируется к санкциям, но и показывает рост. Широко использует при этом механизмы импортозамещения, находя новых партнеров. Есть успехи у нашей республики. Например, инвестиции в основной капитал. В 2023 году впервые превысили, впервые я подчеркиваю, 1 трлн рублей. Это рост на 111%. Как известно, именно инвестиции определяют рост экономики. Объем валов регионального продукта преодолел планку 4 трлн рублей. Скажу, что это рост более 103%. Это значит, что республика может вкладывать еще больше средств в свое социально-экономическое развитие. Это радует. Прежде всего, это строительство дорог, школ, поликлиник, детских садов и других социальных объектов. Если взять, например, дорожное строительство, а мы всегда нуждались и нуждаемся в ней, то на него в прошлом году направлено свыше 180 миллиардов рублей. Как никогда. В конце прошлого года мы всей страной отметили масштабные события с вами. Открыли скоростную автомобильную дорогу М12 с мостом через Болгу. Несомненно, и республики, и Российская Федерация в целом получат существенный импульс для развития. Тем более, имеются и планы продолжить эту дорогу далее на восток. Третий год подряд строители вводят рекордный объем жилья. Мы и раньше немало вводили, а сейчас уже более 3 миллионов квадратных метров в год. Татарстан является лидером среди регионов по целому ряду показателей. Мы в десятках лучших регионов по валовому региональному продукту, промышленному производству, инвестициям в основной капитал и ряду других параметров. Республика, располагая всего двумя процентами селхозугодий страны, в полном объеме обеспечивает себя, как вы знаете, основными видами продовольствия собственного производства. Татарстан занимает первое место в Российской Федерации по производству молока. Достижения республики стали возможны благодаря поддержке, безусловно, федерального центра и лично Владимира Владимировича Путина, реализации масштабных национальных и инфраструктурных проектов. Ментимир Шарипович, совсем недавно на встрече президента России с главами муниципальных образований субъектов Федерации Владимир Владимирович при разговоре с мэром Набережных Челнов отметил, что Набережные Челны – город действительно особый и КАМАЗ – предприятия особые. Он сказал, я знаю, что первый президент Ментимир Шарипович Шаймеев очень много сделал. Немало времени мы с ним уделили спасению КАМАЗа. Расскажите, пожалуйста, как это было? 21 марта 2000 года Владимир Владимирович Путин приехал в Татарстан еще в ранге исполняющего обязанности президента страны. В этот же день он ознакомился в Казани с ходом реализации программы ликвидации ветхого жилья, посетил микрорайон Азина, затем принял участие в заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию Тысячелетия Казани. Мы также показали наш самолет Ту-214, также вертолеты, которые производятся у нас, Аксай и Ансад. На следующий день мы с ним вылетели в Набережные Челны на КАМАЗ. Там провели Всероссийское совещание машиностроителей, в котором приняли участие около 200 самых опытных руководителей этой отрасли. Директоры заводов грамотно ставили вопрос. Я тогда был приятно удивлен тому, как хорошо Владимир Владимирович разбирается в проблемах отрасли. В его ответах проявилось четкое понимание ситуации, он сумел уловить и выделить ключевые моменты. Было ясно, что он крайне заинтересован в успешном развитии КАМАЗа. После выборов в марте 2000 года одним из первых шагов президента Путина, как главы государства, было личное участие в восстановлении многомиллионной кредитной линии с правительством Японии для производства двигателей на КАМАЗе. Была у нас такая большая нужда в этом. В сентябре 2000 года российские делегации во главе с Владимиром Путиным поехали в Японию. В составе делегации был и я, по просьбе Владимира Владимировича. Вопрос по КАМАЗу был включен в повестку его переговоров с премьер-министром Японии. Он лично договорился о возобновлении кредитной линии на поставку производственного оборудования на 200 миллионов долларов для КАМАЗа. Это я помню для восстановления линии изготовления двигателей. Это стало действительно спасением для нашего мирового гиганта по выпуску современных грузовых машин. Вскоре это позволило КАМАЗу выйти на новый уровень производства двигателей для грузовых автомобилей, соответствующих европейскому стандарту Евро-2. Началась работа и над освоением производства двигателей Евро-4. С тех пор судьбоносные решения по КАМАЗу всегда принимаются при участии Владимира Владимировича Путина. Он много раз приезжал в набережные Челны, посещал КАМАЗ. Относительно недавно, в 2019 году, он приехал поздравить КАМАЗовцев с юбилеем автогиганта. На митинге в честь 50-летия КАМАЗа он сказал, низкий поклон всем, кто заложил это предприятие, кто вложил в него свою душу. А я бы сказал, что Владимир Владимирович и сам вложил душу в восстановление и развитие КАМАЗа. Благодаря усилиям руководства страны и республики, производственные мощности КАМАЗа сейчас составляют более 70 тысяч автомобилей в год. Как говорил Владимир Владимирович, КАМАЗ стал международным брендом, в том числе благодаря и команде КАМАЗ-Мастер, которая побеждает на, как мы знаем с вами, престижных международных соревнованиях. Сегодня в условиях специальной военной операции КАМАЗ выполняет все задачи по обеспечению наших вооруженных сил боевой техникой. Ментимир Шарипович, начиная с 2010 года, Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татастан, который вы возглавляете, реализовал уникальные проекты по сохранению исторических памятников федерального значения. К примеру, было успешно завершено возрождение древнего города Болгар и острова Града Свияжска. Как удалось организовать и координировать столь масштабный и значимый проект? Скажу, что история возрождения Болгара и Свияжска очень интересна. И, насколько мне известно, аналогов по стране пока таких не видно. В 2010 году, после ухода с поста президента Татарстана, я решил заняться возрождением двух древних городов. Болгара 10-14 века и Свияжска 16-й и далее веков. Мечтал об этом давно и долго я обдумывал, как это можно сделать. Первым делом я попросил о встрече Владимира Владимировича Путина, который работал в то время премьер-министром страны. Встреча была назначена на вечер 30 декабря 2009 года в Белом доме. Я, как всегда, прибыл пораньше и застал там всех членов правительства, которые собрались к традиционному новогоднему поздравлению председателя правительства. Пользуясь этим, удачным стечением обстоятельств, мне удалось переговорить о проекте с глазу на глаз с министром финансов, тогда Алексеем Кудрином, и министром культуры Александром Авдеевым. Я сказал, что планирую сначала получить согласие председателя правительства на его реализацию. Они оба одобрили инициативу и обещали оказать содействие реализации данного проекта. Во время встречи с Владимиром Владимировичем я изложил ему суть проекта, которым намерен заниматься в дальнейшем после ухода с поста президента республики. Я спросил его вначале, вам нравится, Владимир Владимирович, Казанский Кремль? Путин не раз там бывал, мечет и собор рядом, конечно, всем нравится. Тогда я добавил, что что было бы неплохо вынести этот образ межконфессионального согласия в Татарстане на просторе Великой реки Волга, на древние города Болгар и Свияжск. Рассказал ему, что судьба распорядилась так, что на берегах одной реки находятся два бесценных исторических памятника – Болгар и Свияжск. Мало где встречается такое удачное сочетание на перепуте туристических маршрутов. Они всегда были объектами федерального значения, но для их поддержки выделялся всего 15-20 миллионов рублей в год. Этого, безусловно, не хватает даже на то, чтобы приостановить их постепенное разрушение. Владимир Владимирович поддержал идею. Я представил ему конкретные предложения и готовые расчеты. И высказал предложение сделать это на паритетной основе. 50% финансирования из бюджета республики и остальные 50% из федерального бюджета. Остальные поступления, которые не будут хватать, будут и от благотворителей. Владимир Владимирович согласился и тут же поручил соответствующим министерствам проработать данное предложение. В результате этих переговоров с соответствующими министерствами и ведомствами Российской Федерации мы договорились о паритетном софинансировании проекта из бюджета Российской Федерации и бюджета Республики Татарстан. Хочу подчеркнуть, что эта договоренность беспрекословно выполнялась все эти годы, до завершения проекта. Кстати, Владимир Владимирович в 2012 году сам посетил и Булгар, и Сверск. Ознакомился с историческими памятниками, заодно и проверил ход восстановительных работ. И дал свою оценку нашим действиям. Он сказал, приятно видеть результат. Таким образом, успех такого масштабного проекта обеспечили одобрение и поддержку руководства страны президента России Владимира Владимировича Путина и президента Татарстана, в то время уже Рустама Нургалеевича Миниханова. Поддержка всего многонационального народа республики, общественности, представителей бизнес-структур и сотен тысяч благотворителей по всей стране и за ее пределами. Это стало таким образом всенародным делом. Вот что главное. Всегда легче работать и созидать, когда такое дело попадает в точку и вызывает всеобщее одобрение. Пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить всех, кто помогал и помогает нам от души для души. То, что мы всенародно взялись и возродили древний город Болгар, сыграло основополагающую роль принятия решения о праздновании в 2022 году на государственном уровне тысячестолетия принятия ислама вольфскими болгарами. Как известно, это мудрое решение было принято руководством страны президентом Владимиром Владимировичем Путином. Это был верный шаг в многоконфессиональной стране. Понятно, что такой праздник возможен только в стране, где есть стабильность, где разные религии, уважая друг друга, мирно сосуществуют и взаимодействуют во благо нашего многонационального народа. Безусловно, нам надо гордиться тем, что нам всем удалось достичь той высоты межконфессиональных отношений, когда тысячестолетие принятия ислама праздновалось по всей стране. Ментимир Шарипович, последние годы Республика Татарстан весьма плодотворно сотрудничает с Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Министерством иностранных дел Российской Федерации. Это направление деятельности связано с вашим именем, так как вы являетесь членом этой комиссии и послом доброй воли ЮНЕСКО. Скажите, вы довольны результатами работы в этой сфере? Сотрудничество Татарстана с ЮНЕСКО началось еще в 90-е годы прошлого века. В результате в 2000 году Казанский Кремль был внесен в список всемирного наследия. Безусловно, создание Республиканского фонда возрождения и начало проекта по Болгару и Свярску дали новый импульс работе в этом направлении. Поскольку с первых дней своей деятельности фонд вел активную работу по продвижению Болгарии и Свярску в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Надо отметить, что Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, руководство Министерства иностранных дел России всегда поддерживали наши предложения. Благодаря им мы наладили деловые связи с руководителями ЮНЕСКО, с экспертами его консультативных организаций, как и КАМОС, и КРОМ. Мы твердо следовали основному принципу. Все, что делается, должно опираться на научные исследования и выполняться в соответствии с требованиями ЮНЕСКО. На мой взгляд, именно поэтому мы достигли поставленных целей в 2014 году. Волгарский историко-археологический комплекс, в 2017 году Успинский собор и монастырь острова Град Свярск уже были внесены в список ЮНЕСКО. А в прошлом году объектом всемирного наследия стали также астрономические обсерватории Казанского федерального университета. Это, я бы сказал, давняя мечта. Это уже четвертый объект всемирного наследия на территории Татарстана. Теперь наша республика является лидером по стране по количеству объектов ЮНЕСКО. Короче говоря, результаты впечатляют и вдохновляют на дальнейшую работу. Еще один вопрос на эту тему. Судя по статистике, количество туристов и паломников, посещающих наши достопримечательности и святые места, увеличивается с каждым днем. Как вы думаете, повлияло ли наличие в республике объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на развитие туристической отрасли в Татарстане? Безусловно, сам факт включения в список всемирного наследия – это грандиозный успех, который способствует росту посещаемости таких объектов. Не секрет, что большинство туристов стремятся увидеть именно, прежде всего, объекты всемирного наследия. Поэтому включение в список ЮНЕСКО существенно увеличило, безусловно, количество желающих посетить Казанский Кремль, Болгарь и Сверск. Сифры, скажу я вам, поражают всех нас. Например, в прошлом году Кремль Казанский посетили более 4 миллионов 500 тысяч человек. Если в 2010 году древний Болгарь посетили 50 тысяч человек, то в 2023 году количество посещений выросло до 735 тысяч. В прошлом году поток туристов музея и храма острова Град Сверск составлял 1 миллион 740 тысяч посещений. Я должен сказать, что включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО – это не про материальную выгоду. Все-таки, прежде всего, это один из важнейших показателей уровня культуры народа и цивилизованности общества. Речь идет скорее об ответственности общества и власти за обеспечение бережного отношения к объектам, признанным всемирной универсальной ценностью. Думаю, Татарстан и в этом направлении должен быть впереди. Ментимир Шарипович, одной из национальных целей развития страны, определенной главой нашего государства Владимиром Путином, является создание возможностей для самореализации и развития молодого поколения. Поэтому руководство республики уделяет особое внимание совершенствованию системы образования. В 2020-20-х годах по вашей инициативе были созданы полилингвальные образовательные комплексы Адамнар. Какова их особенность? Адамнар – это школа будущего, призванная воспитать наших детей конкурентоспособными. Это пример создания условий для раннего выявления и дальнейшего развития творческого потенциала каждого ребенка. В Адамнар каждый ребенок может выбрать занятие по душе. В республике уже построены и действуют сейчас шесть полилингвальных общеобразовательных комплексов. Всех их объединяет название. Ну, я считаю, что удачное. Адамнар – это путь к знаниям и согласию. Воспитание здесь осуществляется в соответствии с принципами ЮНЕСКО. Учиться, чтобы знать, учиться, чтобы уметь, учиться жить и учиться жить вместе. Это особенно актуально для Татарстана, где проживает более 170 национальностей. В настоящее время мы формируем модель полилингвального образования, способную конкурировать на международном уровне и активно работать в многонациональной поликультурной среде. Именно через воспитанников таких школ республика сможет укрепить свои позиции в глобальном мире. Сам факт реализации таких проектов говорит о качестве возросших возможностей республики и обретении духовности в нашем обществе. Республиканская система образования является одной из передовых у нас в России. С 2018 года в Татарстане построено 212 объектов. Это школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Капитальный ремонт проведен порядка на 2400 объектах. Системная поддержка талантливых детей действительно дает свои плоды. Республика входит в тройку лидеров по количеству победителей и призеров Всероссийской Олимпиады школьников. Должен сказать, что последовательно реализуя национальные проекты в сфере образования, руководство страны создает будущее для нашей страны. Как говорил Владимир Владимирович Путин, именно в школе закладываются все наши победы. Это абсолютно очевидная вещь. Это фундамент, на котором строится все наше общество, вся страна, все государство. Уважаемый Митимир Шарипович, с тех пор, как началась специальная военная операция, которую ведет наша страна, мы много раз убеждались в том, что единство наших народов – это та главная, могущественная сила, которая приведет нас к победе. Но так называемый коллективный Запад все время пытается, ну как бы сказать, разобщить наше общество. В первую очередь путем разжигания межнациональной и межконфессиональной вражды. На ваш взгляд, какие шаги необходимо предпринять, чтобы избежать таких конфликтов? Для того, чтобы не допускать межнациональных конфликтов и не поддаваться чуждым влияниям, надо жить, я бы сказал, как у нас в Татарстане. То есть основой своего развития – осознанно выбрать взаимоважение и согласие между народами. И быть очень внимательным к интересам и чаяниям народов, живущих рядом. Не упускать, не замалчивать, а выслушать и решать их проблемы, касающиеся сохранения родных языков, традиций и культуры. Непрерывно вести межнациональный и межкультурный диалог. Браться за такие дела, которые объединяют. К примеру, наш подход одновременного воссоздания мусульманских и православных святынь проверен временем. Мы давно убедились, что это верное направление. Главное – людям по душе. Одним указом главы республики у нас было принято решение о строительстве в Кремле мещети Кульшариф и реставрации Благовещенского собора. Затем также и о возрождении Булгарии и Свяжска. В последующем и о создании Булгарской исламской академии и воссоздании собора Казанской иконы Божьей Матери. Реализации данных проектов весьма положительно сказались на укреплении межрелигиозного и межнационального согласия нашей республики. Они сплотили нас. Никто не разделился по религиозному признаку. Наоборот, мы пришли к соработничеству. То есть, все сделали вместе. К слову, когда инициативой создания Булгарской исламской академии выступили крупнейшие централизованные мусульманские религиозные организации страны, их поддержал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Именно он определил Булгар местом создания первой в России исламской академии. Он тогда отметил, важно, чтобы мусульманская молодежь воспитывалась на традиционных исламских ценностях, чтобы пресекались попытки навязать чуждые нам мировоззренческие установки, которые не имеют ничего общего с подлинным исламом. Это еще один пример того, как нужно действовать в многонациональной стране. Да, мы разные, но у нас много общего. И Родина у нас одна. Российская Федерация со своими уникальным путем развития, основанным на наших традиционных ценностях. Патриотизм, взаимовыручка и взаимоуважение, любви и семье, что присуще каждой национальности, живущей в Российской Федерации. Внешние силы пытаются лишить нас всего этого, навязав чуждые нашему обществу взгляды. Ответить на эти действия мы можем только единством мыслей, слов и действий. Участие в президентских выборах, которые состоятся 17 марта этого года, это верный путь к укреплению нашего единства. Митимир Шарипович, огромное спасибо, что вы уделили нам время. До новых встреч.